Доброе утро! На станции техобслуживания парень мне рассказывает, вот только что, я приехал масло менять, вот только что уехала девушка, удивительные, говорит, люди, женщины, приехала, говорит, долейте мне масло двигать. Я встал смотреть, у нее там его практически нет, ну просто меньше всякого минимума. Долейте, а то у меня наверно оно наконец кончилось. Ну я говорю, а как ты ездишь, долил ей масло. Когда вы меняли последний раз на год, а что его меняют масло? Я говорю, три года ездишь, только доливаю иногда. Я не потому, что хочу посмеяться над девушками по поводу их глубоких познаний автомобильной техники. Ну так мир устроен, что не всем все надо знать. Но я хочу сказать, что вот к чему я планирую. Когда человек чего-то не знает, он чувствует себя неуверенно. Поэтому девушки так волнуются, без оснований часто. когда человек пребывает в иллюзиях, когда он живет догадками, когда он твердо не осознает, в какой реальности он пребывает, ему тяжело. Он робкий, он застенчивый, он неуверенный в себе, он не может достигать успеха. Вспомним себя, когда мы приходили в детский садик, в школу первый раз, в новый класс, в новую обстановку, на новую работу, в институт, я не знаю, куда мы приходили. И всегда мы чувствовали себя скованно, как-то так, не очень уверенно, осматривались, приглядывались, принюхивались, приспосабливались и вели себя достаточно тихо. Но проходило какое-то время, и мы уже осваивались и чувствовали себя как рыба в воде. Недавно выступала одна девушка и сказала, а я, говорит, полгода, я занимаюсь топливным бизнесом, но я, когда начинала, полгода думала, что камера сгорания в баке топливном. Профессионал пребывает в осознанности, он осознает, какова реальность, он понимает, что работает, что не работает. Он действует опираясь на опыт и знания, пусть не свои, допустим, полностью, но заимствованные у других, на то он профессионал. Он набил шишки, получил свой собственный опыт, он изучил опыт других, он имеет практику, у него есть навык, он пребывает в реальности. А новичок, любитель, дилетант в догадках, в иллюзиях. Я вот часто, ну не часто, иногда вернее, правильно сказать, захожу в разные сети социальные, посмотреть, что там происходит. Всегда мне, веселит меня рассуждение по поводу сетевиков. Там же кругом сетевики, боже, так называемые. Веселит просто меня рассуждение, споры горячие по поводу того, что... Вот сегодня прочитала одна девушка. Все-таки в МЛМ вот несправедливость, вот не все зарабатывают, что это такое, как же так, что же это за бизнес такое. Пришли люди, они стараются, ну пусть они чего-то не знают, ну пусть они там недостаточно опытные, но вот они же тоже хотят, они не лентяи, а вот у них не получается, денег у них нет. Это нехорошо, это неправильно, это несправедливо, это какой-то порочный вид бизнеса. Ну, во-первых, профессионал, а кто-то отвечает, кто-то говорит, ну вы рассуждаете как новичок, а кто-то защищает и говорит, нет, судя по высказанию, это уже не новичок, это опытный человек, зачем вы обижаете ее и так далее. И завязывается долгая, как собачья песня, дискуссия на совершенно пустые темы. Почему они пустые? Да потому что профессионал не ввязывается в подобные дискуссии. Смешно. Ну, смешно. Профессионал не отвечает на выпады замшелых личностей по поводу там, пирамидальности МЛМ или что-то такого рода. Просто этого не замечают, не тратят на это ни время, ни энергию. Он строит сеть, он подписывает людей, он занят только этим. Не кирпичи шлепает один на другой, а строит, строит, выстраивает свою организацию. Он делает свое будущее, он занят делом. Я вот думаю, сколько было чемпионов мира по шахматам? Несколько десятков известных в мире, всем известных в мире людей. А сколько миллиардов людей играют в эту игру? Великих скульпторов и великих художников по пальцам можно перечислить. Ну и во всяком случае сотни, ну тысячи. Великих физиков, великих математиков, великих певцов, великих музыкантов, великих спортсменов в том или ином виде спорта, великих бизнесменов, великих деятелей политики. Все известны наперечем. А сколько желающих, попробовавших, пытавшихся и продолжающих это делать. Миллиарды, миллионы. Так устроен мир. Добиваются успеха профессионалы. Добиваются успеха личности. Добиваются успеха и становятся заметными, известными. Люди, которые учатся, которые совершенствуются. Которые понимают, как все устроено. Которые не дилетанты. Которые имеют свою собственную библиотеку профессиональную. Которые ведут дневники, записи. Которые думают, размышляют. Которые живут этим. Они не верят никакие сказки, которые пишут, где только не пишут. Хитромудрые лохи пишут для простодушных лохов книжки с чудодейственными рецептами, как преуспеть с этим маркетингом. Рассылают рассылки. Проводят разнообразные семинары, конференции, тренинги и прочее, прочее, прочее. Эти люди в большинстве своими никакого отношения не имеют к бизнесу. Как профессионалы. Они просто около МЛМ-ная компашка. Около сетевая инфраструктура. Которая как мелкая рыбка выбирает с кита пищу. Так и вот такие вот МЛМ-ные специалисты. Которые сами трех человек не подписали в жизни. А чтобы заработать деньги на миллионные аудитории, желающих преуспеть в МЛМ, они там рассказывают всякие небылицы. И конечно профессионал уже набил шишек на этом. Конечно он все это уже покупал, все это читал. И теперь он понял, что этого не надо делать. А новичок что делает? А новичок проходит свой путь. И вот пройдут свой путь до конца те, кто будут идти. Кто будет учиться, кто будет работать, кто будет набивать шишки, кто будет все время занят делом. Кто будет занят делом, самое главное, занят делом. Кто будет занят делом, кто будет думать о том, как это дело усовершенствовать. А не будет трепать языками в форумах, чатах, в сетях и в офисах. Кофе с пирожками и с чем там еще. Вот и все. И все эти детские разговоры по поводу того, что несправедливо в МЛМ выплачиваются деньги, это так же смешно, как обижаться на то, что ты вышел на 100 метров под чемпионом мира и он тебя обогнал. А ты оказался в хвосте. Это так же смешно, как попытаться прыгнуть на 2 метра в высоту с лишними 20 килограммами и удивиться, почему у тебя это не получилось. Это так же смешно, как пойти в магазин, купить мольберт, краски и разочароваться через два дня, потому что не похоже на то, что делает Пабло Пикассо. Это так же смешно, как сесть за рояль и попытаться что-нибудь извлечь, не зная, ну вы поняли, не зная чего. Вот и все. Но зато я хочу сказать самую главную и самую радостную новость. Она состоит в том, что в нашем бизнесе, в сетевом, преуспеть может каждый. Потому что для того, чтобы преуспеть, нужно, чтобы было самое главное – твоя личность, ты сам, а не счет в банке, а не связи, а не бандитское прошлое, а не и так далее, и так далее, и так далее. Не нужны миллионы долларов и сотни тысяч долларов для того, чтобы стартовать в этом бизнесе. А преуспеть можно и добиться можно таких высот, таких результатов, такой жизни, такого стиля жизни, о котором никто не мечтает даже из обыкновенных бизнесменов. Потому что МЛН, сетевой маркетинг – это свобода. Это свобода для умных, деятелей, талантливых, думающих, трудолюбивых, настойчивых, упертых, в хорошем смысле слова, обыкновенных людей. Я желаю вам удачи. До свидания.